Друзья, вот мы много говорим о нарративах, которые создаёт наша дефолт-система у нас в коре головного мозга. Для чего существуют эти нарративы? Для чего мозг создаёт вот эти истории, истории в своей дефолт-системе? Поймите, вот эти истории созданы из тех шаблонов, которые нам даёт культура, другие люди, просто наш опыт. Спрашивается опять же, а для чего наш мозг организует вот эти нарративы? Вот ответ простой, чтобы оправдать свои действия, устранить какие-то противоречия, с которыми мы постоянно сталкиваемся. Поймите, мозгу важна вот эта понятливость, чтобы выжить. Каждый раз наш мозг не создаёт вновь картину мира, которую мы пытаемся отразить. Мы создаём эту карту мира в своей голове. И причём создаём её в течение всей жизни. И вот как бы складывается из ясных каких-то фактов. Ну, это кажется, что ясных фактов. Потому что, ну, например, ясный факт – это красный свет, светофора – иди, стоп, зелёный – иди. Ну, вот такие простые шаблоны, и мы действуем. Это простой и ясный нарратив. Но часто мы придумываем такие сложносочинённые нарративы, да ещё вдобавок сложными утверждениями. Например, отношения в семье, отношения на работе. И вот наш мозг пытается решить эти задачи в этой объективной реальности, как ему кажется. На самом деле это реальность выдуманная. Мы живём в том выдуманном мире, который и создаёт вот наш мозг. А настоящая реальность ускользает от нас. Ретикулярная информация пытается собрать какую-то информацию из этого реального мира. Таламус не пропускает. А то, что пропустили из этого, дефолт-система создаёт такие нарративы, такие блокбастеры, что мы считаем, что жизнь не задалась, что нас обманывают, что в нашем организме происходит чёрт знает что. И от этого, вот от этого возникают вот эти несогласованные действия надуманных нарративов, реальных целей и реакции нашего организма. Вот насколько важно понимать и знать, что такое нарратив. Вот мы с вами начали изучать строение мозга, начали изучать, как функционирует мозг вот в этом учебном году. И один из этих элементов, один из этих вот таких больших сессий – это изучение нарративов. Это важный элемент. Про другие вещи мы поговорим в других роликах. Послушайте ряд роликов про нарративы. И вообще, вы можете потом приобрести вот этот файл-тренинг, где всё говорится о нарративах. Но это после того, как вы изучите что-то вот в прямом доступе, чтобы потом у вас иметь вот этот алгоритм. Так что работаем, друзья мои. Подписывайтесь на канал.